Здравствуйте, уважаемые родители! Мы сегодня собрались с вами для того, чтобы познакомиться с правильным развитием речи наших и ваших детей. У детей старшего дошкольного возраста, как правило, высокий уровень развития речи. Они рассказывают знакомые сказки, легко запоминают и читают стихи, пересказывают совершенно любимых мультфильмов, высказывают оценку каким-либо событиям или поступкам. Тем не менее, в этом возрасте надо помогать ребенку осваивать богатство родного языка. А кто же, если не мы, будем помогать нашим детям? Частенько случается так, что наши дети не могут произносить какие-либо различные звуки. И тогда мы обращаемся за помощью к логопедам. Дети ходят в логопедические группы и получают определенные занятия, определенные навыки. Я хочу вам рассказать, что же происходит в нашей группе, что мы делаем и как вы сами можете научиться и помогать вашему ребенку. С чего же начинается занятие? У вас на столах лежат зеркала, я прошу их взять в руки, не важно в какую руку, вам должно быть удобно. Также у вас лежат платочки, вы ими воспользуетесь немножко позже. Создана картотека артикуляционной гимнастики. И каждое занятие начинается именно с артикуляционной гимнастики, с подготовки нашего артикуляционного аппарата. Ну вот я возьму, допустим, вот такую карточку. Упражнение улыбка. Базовая наша улыбка, она должна быть при выполнении всех артикуляционных гимнастик. Это должно выглядеть вот так. Должны быть видны зубы, рот должен быть приоткрыт в улыбке, ну и мы должны владеть нашим языком, допустим. Итак, давайте попробуем. Посмотрите на себя, откройте рот в улыбке. Да, рот должен быть приоткрыт не просто, а вот так. Вниз опущен подбородок. Хорошо. И сейчас я буду читать стихотворение, а вы будете тянуть свою улыбку к нашим ушам. Хорошо? Смотрим на себя в зеркало, не стесняемся и выполняем. Тянем губы мы к ушам, улыбнемся малышам. Тянем губы прямо к ушкам и сердиться нам не нужно. Тянем, тянем, открывайте ротик, не стесняйтесь. Молодцы. Если ваш ребенок при выполнении этого задания не может справиться, ну не получается, или тянет он улыбку вниз, то есть кончики наших губ не подняты вверх, то при помощи ваших рук вы должны помочь ему двумя руками. Вот давайте попробуйте на себе. Положите зеркало и тянем вверх. И ротик открыт. Вот так, молодцы. Это должно быть ни навязчиво, ни больно, ни надавливо. Ну и ребенок справляется с этим заданием легко. Ну давайте еще одну попробуем. Вот, допустим, упражнение часики. Наш артикуляционный аппарат состоит не только из мышц, счетчик наших, да губ, но также из языка. Что мы будем сейчас с вами делать? Мы открываем нашу базовую улыбку. Ротик открыт, зубы видны, опущены немножко вниз. Достаем язык и дотрагиваемся кончиком языка, стенками языка до стенок губ по бокам. Я буду в этот момент читать нашу артикуляционную гимнастику. Тик-так, тик-так, ходит маятник вот так. Выполнение, улыбаемся, показываем зубки. Молодцы. Губки опустите ниже, подбородок ниже. И дотрагиваемся. Хорошо. Упражнение достаточно легкое и, ну, как говорится, ненавязчивое. Сейчас вы можете воспользоваться платочками, протереть свои губы и убрать их в сторону, они нам не понадобятся. Ну что ж, это артикуляционная гимнастика. Также после артикуляционной гимнастики мы с вами должны обязательно выполнить гимнастику для развития речевого дыхания. Без правильной речи, без правильного дыхания наша речи никогда не будет, ну, нужной нам. Также у нас создана картотека, с которой вы можете спокойно познакомиться, ну и так далее. Мы с вами этим можем поделиться. А я вам хочу предложить другой вариант, который вы можете использовать со своим ребенком дома. Он более интересный. У вас на столах сейчас лежат трубочки, дудочки. Положите их перед собой. А пока я вас познакомлю с вот такой интересной конструкцией. Состоит она из трубки, в которую мы можем дуть. Ну а здесь шарик пенопластовый. При помощи как раз-таки этой конструкции вы можете наблюдать, правильно ваш ребенок выдыхает струю воздуха или нет. Если неправильно, смотрите, что происходит. Звук идет, а шар остается на месте. Если же струя воздуха сильная, правильная, что происходит? Шарик наш плывет. Такие упражнения с ребенком обязательно нужно выполнять. Сейчас я вам предлагаю на полученном уже опыте и знании направлять правильно воздух и подуть в наши дудочки. Тихонько, не спеша. Начинаем. После артикуляционной гимнастики, после развития речевого дыхания мы должны с вами перейти к автоматизации звуков, к автоматизации поставленных звуков. Что же нам в этом может быть помощником? Наш помощник. Вот такие карточки. Здесь идет автоматизация звуков С, З, Ц, О. Ребенку мы показываем карточку и он должен назвать то, что изображено на этом рисунке, произнося все звуки правильно. Каждый ребенок уже умеет следить за своими звуками. И старается все это произнести правильно. Ну вот давайте, допустим, вы. Что изображено на этом рисунке? Цыпленок. Громче. Цыпленок. Цыпленок. Все было произнесено правильно. Если ребенок произносит с ошибкой, то мы должны его корректировать. Вы уже знаете, да, как произносятся звуки и какая коррекция произносится. Звуки у нас, да, автоматизация звуков, звуки могут находиться как в начале, в середине, в конце слова. И именно с этим и происходит сложность у ребенка. Поэтому этим нужно заниматься как можно чаще. Так, ну давайте, что изображено? Ананас. Правильно, хорошее произношение. Так, что изображено вот здесь? Смотрите, опять тот же звук? Собака. 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 Собака, правильно. Тот же звук, но только у нас уже идет звук в начале слова, а там было в конце слова. Ну что ж, после автоматизации звука, мы с вами дифференциацию проходим звуков уже поставленных. И вот это могут нам помочь, ну, допустим, такая игра как домино, или такая игра как лото. Она, конечно же, не такая обычная, к которой мы бегаем. И посмотрите, пожалуйста, у вас на столах лежат карточки. На карточках сложность. И мы просто с вами сейчас поиграем. В моей баночке есть как раз-таки те слоги. У кого слог, кто поднимает руку, я ему отдаю карточку. Хорошо? Так, ну что, начинаем. Фи. Пожалуйста. Ща. Нету. Пя. Так, сразу двои. Хорошо. Так. Ха. Как мне это положить? Фа. Кому-то не везет. Хи. Так. Далее. Ко. Чи. Ну и так далее. Дети наши очень заинтересованы, сидят внимательно, наблюдают не только за своими карточками, но и за карточками соседа, естественно. Ну и сами вы понимаете, да, что мало того, что нужно найти этот звук, нужно узнать, как он пишется, как он произносится на слух и на вид. Это очень полезная игра, вы можете ей пользоваться дома в семейном кругу и заниматься этим с детьми. То есть он может сам еще проговорить этот звук? Конечно, находит и может обязательно проговаривать этот звук. Ну что ж, давайте идем дальше. Что же у нас идет дальше? Развитие связной речи это неотъемлемая часть, конечно же, нашего развития речи. Все о том, о чем я вам говорила выше, это углубленная такая работа, в которой вы занимаетесь именно с тетрадями, которые вам дает логопед дома. Здесь и возникают какие-то у вас проблемы, и вот мы их пытаемся решить. Ну а связная речь, вы вообще можете, в принципе, связанной речью заниматься при походе в детский сад, по дороге в детский сад, по дороге домой, где-то в гостях. Просто это все должно происходить в игровой форме. Я же хочу вам показать вот такую таблицу. На ней изображены овощи. Называется эта игра дидактическая, что за овощи или, может быть, что за фрукт. Как вы уже преподнесете, вы можете, готовя домя-борщ, посадить ребенка в помощь с собой и задавать вопросы. Ну, допустим, возьмем лук. Ну, здесь у нас подсказка. Что это? Что это? Лук. Лук. Какого цвета? Лук. Какого цвета? Коричневый. Ну, коричневый. Оранжевый. Оранжевый. Чемно-желтый. Да, можно по-разному сказать. Какой формы лук? Ну, круглый, круглый, овальный. А давайте будем отвечать правильно. Лук овальной или круглой формы. Правильно. Какой на вкус лук? Сладковатый. Бывает сладковатый. Лук сладковатый. Лук горький. Лук горький. Правильно, хорошо. Большой или маленький? Лук большой. Лук разных размеров. А как вы думаете, здесь большой или дружок? Тут, наверное, большой. Большой, да. Лук изображен большой. А на ощупь какой? Твердый. Твердый. А кожура какая? Твердая, мягкая, скользкая, шершавая? Гладкая. 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 Хорошо. И что же можно приготовить? Луковый суп. Луковый суп. Правильно. Или добавить его в какой-либо слад и в любое блюдо. Хорошо. Ну, давайте еще попробуем вот на этом предмете. Что здесь изображено? Тыква. Тыква. Я хочу вам показать разницу. Здесь маленькая, а здесь большая, да? Какого цвета тыква? Тыква оранжевого цвета. Следим за своей речью. Какой формы тыква? Тыква круглая. Тыква круглая. Хорошо. Какая она вкус тыква? Сладкая. Тыква сладкая. Тыква сладкая. Какой размер у тыквы? Тыква небольшая. Тыква большая. А на ощупь? На гладкая? На гладкая. Три, наверное, такая мягкая, рыхлая. Рыхлая. Рыхлая, да. Замечательно. А что можно приготовить из тыквы? Тыквенную кашу. Тыквенную кашу, конечно же, замечательно. Ну и много-много всего. То есть это может быть все в ненавязчивой форме. Но опять-таки при готовке борща, супа, пирожков и так далее. Какая мука? Что это мука? Какая мука? Ну и так далее. Это уже немножко усложненная форма. Также я вам хочу предложить пройтись немножко по темам недели. Мы работаем именно по темам недели. И одна из тем недели – это профессии. У вас на столах найдите, пожалуйста, изображение профессии. Нет, просто пока только профессию. Только картинку профессии. Как вы можете воспользоваться этой картинкой, поработать с ребенком над развитием речи? Ну вот, допустим, мы можем задавать несколько вариантов вопросов. Один из вариантов, который напонят на ответ – кто лечит людей? Людей лечит доктор. Людей лечит доктор. У вас доктор. Хорошо. Кто учит детей в школе? Учит учитель. Детей в школе учит учитель. Кто людям шьет одежду? Швея или портной. Да, у вас это изображено. Кто торгует в магазине? Продавец. В магазине торгует продавец. Замечательно. То есть мы можем наводящий вопрос задавать. Или же вот такое. Что делает доктор? Доктор лечит людей. Хорошо. Что делает продавец? Продавец продает продукты. Хорошо. Чем занимается портной? Портной шьет вещи. Отлично. То есть мы задали два разных вопроса, но пришли к одному тому же выводу. Итак, следующий вариант. Допустим, вот такой. Придумываем загадки. Ну вот, например, сейчас вы это попробуете сами сделать. Он учит детей в школе грамоте. Кто это? Учитель. Учитель. А теперь попробуйте вы загадать загадку. Ссылаясь на вашу картинку. Он шьет людям одежду. Кто это? Портной. Портной. Это нам кажется, что все легко и просто, да? Для детей это немножко сложно. Попробуйте вы. Он работает в магазине и продает продукты. Отлично. Кто это? Продавец. Продавец. Да, сами задали, сами ответили. Так, у вас он работает в поликлинике и лечит людей. Кто это? Кто доктор. Доктор. Ну что, можно придумывать разные вопросы, разные варианты ответов и уже непосредственно для той профессии, которую вы выбрали. А вот, допустим, если я задам такой вопрос. Кому? Кто пользуется шприцом? Шприцом пользуется доктор. Отлично. Кто пользуется швейной машиной? Швейной машиной пользуется портной. Угу. Кто пользуется кассовым аппаратом? Продавец. Кассовым аппаратом пользуется продавец. Вот, казалось бы, такая простая задачка, а все мы поменяли, да, наоборот. И для закрепления, так сказать, профессии, для развития, вы знаете, да, что для развития речи, ну, нас, как говорят, наш мозг на кончиков пальцев. Мы должны обязательно развивать мелкую моторику рук. И сейчас я вам предлагаю воспользоваться нашими пазами и собрать картинки рядом с той, которая вам выпала. Молодцы, справились быстро. Дети, конечно, еще не все всталились, да, здесь молодцы, портного собрали. Тут уже дети, как говорится, попробовали пальчиками и уже более точно заполнили, да, с какой профессией они познакомились и что делает тот или иной персонаж у нас. Ну что, получилось отлично, молодцы, все справились. Идем дальше. Более сложная. Здесь у нас, так как группа разновозрастная, у нас есть и подготовительная группа, и старшая, да, детки старшего возраста. Я для вас подготовила вот такие небольшие задания. Как вы думаете, для чего эти картинки изображены? Из-за мирового мышления ребенка, тут и есть яброды, животные, одежда, еда. Ну а тогда вот представьте, что вот эта картинка вам, да, эта картинка вам. То есть мы именно все смотрим. Вы себе возьмите картинку себе, выбирайте. Вот вам картинка. Я вам подскажу, мы будем с вами составлять слова. Все это делается достаточно просто и легко. И дети, кстати, с этим справляются очень быстро. Ну вот смотрите, что это? Тыква. Назовите первую букву. Т. Что это? Овца. Овца, да? Назовите первую букву. О. О. Что это? Робот. Первая буква. Р. Здесь. Тыква. Тыква. Т. Молодец. Замечательно. Отгадала наша мамочка первая. Здесь получился торт. Я не знаю, что он был. А, у вас. Ну что, быстренько просмотрите свои картинки. И если готова отвечать, то давайте. Ну вы первые. Слово шум. Шары. Ш. У. Утутка. Машина. Шум. Замечательно. Так, кто еще кто-то? Поэтому у меня слово лес. Лес. Леса, елка и солнце. Правильно. Лес. Нет, получается, юга. Юбка ю. Ламба л. И автобус. А, юга. Правильно. Замечательно. Это рак. Ракета. Англус. Крокодил. Да, замечательно. Сапоги. А, юга. Зам. Все справились с этим заданием. Правильно? Нам это дало достаточно легко. Деткам нашим, конечно, немножко посложнее. Но если мы... Реб, да. Это либо самое настоящее. Но если мы с вами будем уделять больше этому внимания, то, конечно, и для детей так будет достаточно легко и просто. Тут не только речь, тут внимание, воображение. Ну и, конечно же, речь. Так. Знакомство с буквами, услышать их на слух. Правильно? Догадаться, какая первая буква. Это тоже очень много и достаточно сложно для ребенка. Также я хочу вас познакомить с составлением сюжетного рассказа. В этом нам помогут картинки. Сюжетные. Ну вот, посмотрите. Я сейчас вам дам всем по набору картинок. А вы уже из этого должны сложить последовательность, да? Как вы считаете правильную. Вот так, немножко от себя. Какая картинка должна быть на первом месте? Какая картинка должна быть на втором месте? Ну и так далее. Так, у нас уже даже мамочка придумала название. Ну что, получается? Я так понимаю, что Мишка пригласил друзей к себе на пирожки. Пирожки? Пусть будут пирожки. Пирожки? Пусть будут пустыми руками. Они принесли гостей. Замечательно. А как вы думаете? Хорошо, давайте поговорим. Мишка пригласил на пирожки. А какое событие может быть у Мишки? Почему он решил испечь пирожки? День рождения. День рождения. Отлично. Замечательно. Я думаю, что это подойдет, да? Так, ну что? Совпадает у вас? У вас вот здесь немножко по-другому вы решили распорядиться. Расскажи, как. У нас, как-то, получается, здесь был день рождения, все пошли играть, а тут котик самый хитрый, сел за стол, съел пирожки, пришел Мишка и смотрит на его таро, а котик удивленный, я не брал ничего. И тут собрались все друзья и спрашивают у котика, куда же здесь пирожки, а он сделал удивленное лицо, ничего и не знали. То есть всем все попало, ему тоже. Да, кот оказался хитрюмый, но в итоге они порвались, ему нет. У меня нет. У меня все улыбаются. Все его простили. Все его простили, все остались довольны. То есть и принесли, потом вместо пирожков принесли овощи, угощения. Целую кучу. А вот заметьте, пожалуйста, вы можете своего ребенка направить на то, что здесь каждый принес именно то, правильно, что он кушает. Да, вот такой гостиниц. Посмотрите, казалось бы, всего лишь четыре картинки. Всего лишь, как говорится, маленький узкий сюжет. Но в зависимости от вашей фантазии вы можете повернуть все наоборот. Справились задания? Я думаю, что очень даже. Да? Молодцы. Ну что ж, и напоследок я бы хотела вам показать, опять-таки, вот такой интересный ребус. Это уже ребус для тех деток, чьи детки ходят в подготовительную группу. Вот, здесь именно такое задание. Собери из букв слова, а картинки тебе помогут в этом. Да? Это все разрезает. Ну, я вот сделала именно здесь, для того, чтобы вы могли наблюдать со стороны. Ну, дети сразу догадываются и понимают, что да как. Вот смотрите, что изображено здесь? Рак. Рак. Какой буквы не хватает? Ну, а для этого нам нужно с вами сначала проговорить, да, это слово. Рак. Давайте попробуем вместе. Рак. Буква Р присутствует? Да? Дальше у нас пробел. А ну-ка проговорим. Рак. Какая слышится буква? А. Ра-к. Буква К имеется. Понятно? Задание достаточно легкое, но здесь оно более кропотливое для родителей. Пропеть, услышать, рассказать именно о пропущенных буквах. Ну, как бы тут нужно говорить. А вот здесь мы должны с детьми собрать, мы можем дать ребенку карандаш, и он в буковке эти. Для начала нам нужно проговорить, кого мы видим, какие буквы у нас есть, бобер, какая буква первая, б, давайте попробуем, ну и так далее. Да, и так далее. Ребенок пальцы развивает, фантазия у него работает, ну и вся мозговая активность у него, как говорится, работает. Ну что, уважаемые родители, я думаю, что сегодняшнее занятие пойдет вам на пользу, и вы задумаетесь над тем, что вы должны обязательно помогать своему ребенку развиваться. Потому что если не вы, и мы, то кто же еще? Если будете заинтересованы вы, ребенок, конечно же, будет брать с вас положительный пример и делать большие успехи. Есть вопросы? Нет, спасибо. Вопрос совсем понятный. Весь материал, который есть здесь, я могу с вами поделиться им обязательно, и вы можете использовать его дома. Спасибо за внимание. Спасибо. Было очень интересное. Спасибо.